Ну что ж, еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, продолжаем наши эфиры. Бизнес-канал, собственно, на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и сейчас время бизнес-класса. Это программа, в которой мы встречаемся с представителями российского бизнеса, с самыми, я вам хочу подчеркнуть это, с самыми успешными представителями. Ну, в данном случае, с самыми очаровательными, если позволите, уважаемые сударыни. Это я сейчас обращаюсь к моей гости. Так вот, время бизнес-класса. Сегодня тема, замечательная тема, я уверен, она многим интересна и актуальна. Присоединяйтесь к нашему разговору. Тема бизнес-класса «Социально ответственный бизнес». Ну и гости мои, очаровательные гости, Ирина Линник, соучредитель и коммерческий директор проекта «Кнопка жизни». Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, для вас еще раз я напомню. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, давайте начнем, очень интересно. Итак, проект, Ира, проект «Кнопка жизни». Что это такое? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Это очень интересный проект, уникальный в России. Это медицинская тревожная кнопка для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. По сути, это первый сервис в России, который работает в этой области. При том, что за рубежом, в Европе, в Штатах, в разных странах, эта услуга достаточно давно уже существует, где-то лет 20-30. Это огромная индустрия, хорошо развитая, с большим количеством клиентов. И вот я и мой партнер Дима в 2010 году мы решили, что это очень важная тема вообще приема и обработка тревожных вызовов от пожилых людей, людей, которым нужна помощь. И поскольку я сама лично сталкивалась с такой проблемой, у меня моя бабушка родная, она когда еще была жива, она падала дома и часами лежала на полу. И мы, естественно, не могли знать оперативно, что с ней случилось несчастье, и, естественно, ей помочь в этой ситуации. Мы ходили вечером, человек лежит на полу, уже там много разных проблем возникает. Это огромный стресс. И, конечно, когда я узнала, что есть такое решение в Штатах, мы с Димой начали думать, что на самом деле наиболее востребованная тема в России, она реально очень нужна. И вот так появилась кнопка жизни. Но кнопка жизни, я так понимаю, все-таки это кнопка на мобильном телефоне прежде всего, да? Или какие-то кнопки иные еще существуют? Это целая линейка устройств. У нас есть телефон с кнопкой SOS, который, по сути, является обычным мобильным телефоном. И кнопка SOS запрограммирована на автоматический дозвон в наш круглосуточный медицинский колл-центр. И также совместно с компанией МТС мы реализовали функцию геолокации, поэтому мы всегда знаем, где абонент находится. Другое устройство — это браслет с GPS геолокацией, это уже более точное определение местоположения. Браслет носится на руке, это уже телефон с одной кнопкой, по сути. Есть еще домашняя станция, которая для людей, которые практически не выходят из дома, очень удобна, потому что это либо кулончик на шее с датчиком падения. Ну, как раз вот для моей бабушки, которая там 82 года, уже редко выходила куда-то. Ну да, я думаю, что не смогла бы не воспользоваться ни телефоном. Конечно, это очень тяжело. Поэтому всегда, когда к нам звонит потенциально родственник пожилого человека, мы сразу начинаем задавать вопросы, какой возраст, в каком состоянии человек, его здоровье, чтобы понять, какой из устройств для него наиболее удобный. И дальше, да, принцип один и тот же. Кнопка SOS и отправка сигнала в кнопку жизни. Ну вот вы говорите «мы», «мы», «мы». То есть у вас, я так понимаю, что есть возможность обрабатывать данные, да? У вас есть там, я не знаю, кул-центр какой-то, у вас есть люди, которые оперативную помощь, или вы, может, передрисовываете это на скорую помощь или там на МЧС? Ну, в первую очередь мы создали медицинский кул-центр, где работают люди с высшим медицинским образованием, и они принимают и обрабатывают первые вызовы для того, чтобы понять вообще, какая человеку нужна помощь. Нужна ли ему скорая, или ему нужно просто поговорить, возможно, ему нужна психологическая какая-то помощь. А, кстати, это легко определить. Вот смотрите, ну вспомним опять случай, о котором мы рассказывали, либо абстрагируемся от него, ну, теоретически представим, пожилой человек, или, может, не очень пожилой, но человек с ограниченными возможностями упал, и он иногда и не сможет объяснить, что происходит, как вот отреагирует в данном случае. Ну, смотрите, у нас достаточно много сценариев продуманных, все-таки клиенты все разные. Здесь есть несколько вариантов. Первое, в момент звонка у нас поднимается карточка у оператора, он же сразу видит, кто звонит, какое состояние у человека, какие заболевания, контактные данные доверенных лиц. То есть мы можем уже представлять, кто звонит. Вы можете представлять только потому, что есть карточка, то есть он уже звонил, да, когда-то раньше. Нет, он заводится в систему в момент получения сервиса и подключения. В этом и основная суть, да, что у нас уже есть вся информация. То есть получается, я приобретая вашу услугу, да, я сразу попадаю, ну, на приличный медосмотр какой-то, да, на меня заводится аналог медицинской карты. Так это выглядит. Ну, не совсем медицинский осмотр, все-таки всю информацию мы берем дистанционно у родственника пожилого человека. Но мы стараемся собрать максимально полные данные для того, чтобы врач в момент экстренного вызова уже понимал... Да, с кем имеет дело. С кем имеет дело. Таким образом он уже может делать выводы. Когда идет немой вызов, например, бывают такие случаи, человек не может говорить. У нас на этот случай мы стараемся брать контактные данные соседей, родственников. Мы отправляем доверенных лиц, чтобы они проверили все ли с человеком в порядке. И параллельно, если есть подозрения, отправляем скорую. То есть там могут быть разные истории. Самое главное здесь, что, во-первых, человек может очень быстро дозвониться. Например, если звонить 112, у меня был недавно случай, мы звонили с другом в полицию. 4 минуты 45 секунд мы ждали, пока нам ответят. То есть пока снимут трубку просто, например? Да, пока просто ответит оператор. 4 минуты — это просто дурдом какой-то, да. Наш колл-центр принимает вызов в течение 5 секунд. И дальше, если, например, звонок сброшен, в обычной ситуации никто вам не будет перезванивать. У нас все такие вызовы фиксируются. Мы пока не выясним, почему пришел вызов. Пусть он будет ложный, неважно, да. Ну, в любом случае надо убедиться, конечно. Дойдем до финальной точки, до разрешения ситуации. И в этом большой плюс. То есть ни один вызов, ни одна просьба о помощи, она не останется без ответа. Это здорово. Насколько, давайте так, насколько большой поток сейчас поступает ваших звонов? Потому что я еще с другой стороны интересуюсь, какое количество, так сказать, первичных специалистов для первичной обработки звонов нужно вообще иметь в этом случае? Ну, у нас сейчас порядка трех тысяч абонентов в Москве, несколько тысяч в Питере. И, ну, звонки идут постоянно. То есть это там, ну, порядка 30-40 вызов в неделю экстренных. Ну, и там идет поток еще просто звонков. Я сейчас даже, наверное, уже не скажу. Ну, где-то там каждую минуту пара звонков идет, но основная масса, где-то процентов 80 звонков, это все равно какие-то вопросы, посоветоваться, поговорить. И на самом деле тоже очень важно. Ну, это, кстати, нормально, да? Вот вы, с точки зрения, со своей точки зрения, вы рассматриваете это нормальным, да? Потому что человек, ну, в сложной ситуации, да, он звонит иногда не только потому, что ему срочно нужна медицинская или какая-то другая помощь, а иногда просто он одинок и в этом случае, да, вы. Ну, да, у нас, мы даже делаем исходящие звонки, чтобы, ну, мы называем это «звонок все хорошо», когда мы просто позвоним нашим подопечным и узнаем, все ли у них в порядке. А по какому принципу вы выбираете этих подопечных? Всех подряд или, может быть, или… Ну, это регулярная работа, где-то там один раз, два раза в неделю, в зависимости от состояния. Да, менеджер просто набирает, узнает, все ли хорошо. Хорошо, если, например, телефон, вдруг мы видим, что он выключен, мы обязательно начинаем отзваниваться, чтобы… Отзваниваться соседям, родственникам, да? Да, доверенным лицам, либо на домашний телефон пожилому человеку, чтобы он включил мобильно обязательно, чтобы у него была возможность в случае чего нам быстро позвонить. Кстати, мы говорили сейчас, вы начали говорить, да, рассказывать о количестве абонентов, это Москва и Санкт-Петербург, я правильно понимаю? Ну, основное количество, да. Есть еще у нас представительство в Перми сейчас, в Новосибирске, вот новый партнерский проект в Барнауле сейчас в процессе развития. От чего география зависит, от чего? Ведь можно предположить, что людей, да, ну, ваших потенциальных клиентов, их везде предостаточно. Ну, конечно, да. Но исторически сложилось так, что мы начали проект в Москве, затем получили проект в Питере, ну, это с государством, ну, при поддержке правительства города Санкт-Петербурга. Это очень хорошо, а поддержка московского правительства есть у вас тоже? Департамент соцзащиты города Москвы, да. Есть, да, это очень важно, это очень важно. И, соответственно, начинали Москва-Питер, а дальше у нас пошел огромный поток звонков из регионов с предложениями о партнерстве. И мы решили, что было бы интересно попробовать франшизу, и дальше пошло, ну, развитие проекта пошло по принципу, где наиболее интересные партнеры были и предлагали какие-то свои ресурсы, возможности, знания. Там мы, в общем-то, и открывали представительство. Ну, а так вот получилось, да. Ну, понятно. Сейчас это представительство в Перми. Вот чем, какими ресурсами они вас таким образом порадовали, что вы решили с ними сотрудничать? В первую очередь у них уже есть мощность своего колл-центра, там есть команда, там есть люди, которые готовы инвестировать в эту историю в городе. И для нас это самое главное, потому что... Ну, может быть, даже вот второе, да, готовное инвестировать. Это надо... В первую очередь в продвижение. В первую очередь, да. Потому что кул-ц, ну, наверное, при известном желании создать-то не так сложно. Ну, мы об этом сейчас поговорим. Новости на Финам.ФМ потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Ирина Линник, соучредитель и коммерческий директор проекта «Кнопка жизни». Тема нашего эфира «Социально ответственный бизнес». Я, уважаемые слушатели, еще раз напомню вам, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефон в студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Также есть сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Ирине. Ир, ну и продолжим. Вот мы заговорили, да, о возможностях, собственно, расширить географию, да, посмотреть в регионы, потому что это очевидно, да, востребованность вашей услуги, она велика. И тем более, наверное, даже, может быть, чем дальше от Москвы, тем больше. Такой статистики нет, но можно это предположить. И, соответственно, вот то, о чем вы говорили, да, возможность, так сказать, предлагать подобную технологию по франшизе, вот сейчас в Перми. Так вот, значит, необходимые обстоятельства, да, для того, чтобы выбор пал на того или иного вашего партнера. Это, во-первых, наличие, да, необходимых инвестиций, желающих, да, вкладывать в проект, либо наличие партнеров, инвесторов. Да, 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 да. Вообще прилично это все дело стоит, если с точки зрения инвестора рассуждать. Ну, все зависит. Ну, в принципе, наверное, здесь надо рассматривать конкретно модель отдельного региона. Вот, в любом случае, инвестиции не слишком велики, потому что основную технологию мы предоставляем. У нас колл-центр, он обслуживает круглосуточно любую часть России, соответственно, наши операторы готовы принимать эти вызовы. У партнера устанавливается доступ к нашей CRM-системе, соответственно, здесь уже идет вложение. То есть ему свой колл-центр не нужен, я так понимаю? Нет, то есть мы предлагаем работать на нашем, потому что у нас хорошо натренирован оператор, у нас отработаны все технологии на старте. На самом деле, чтобы понять вообще, насколько для человека этот бизнес, такой, вообще говоря, социальный бизнес и достаточно непростой бизнес. Непростой и социальный бизнес, это такая, я бы сказал, новая идиома какая-то, да, вот такое непривычное словосочетание. Социальный и бизнес. Я, извините, пожалуйста, да, вот сижу мучаюсь, и тем не менее, Ир, значит, я, тема, она заявлена, на сайте она у нас висит, да, она звучит несколько более пространно, я сейчас ее все-таки произнесу. Вот никак я не мог, у меня язык никак не поворачивался, тем не менее, до конца это прочесть. Мы сегодня говорим о социальном ответственном бизнесе и говорим о том, как зарабатывать на помощи, да, нуждающимся людям. Вот это меня несколько, как бы... Смещает сама формулировка. Сама формулировка, именно так. И вот то, что вы сейчас заговорили, социальный бизнес, да, с одной стороны, бизнес это деньги, с другой стороны, социальная ответственность, это помощь, это милосердие, да, это, я не знаю, сердце открытое. И как это... Можно это сопоставить? Ну, учитывая ваш опыт, наверное, можно. Расскажите, как. Ну, в принципе, если даже посмотреть определение социальный бизнес, что это такое, то одно из определений звучит следующим образом. Это бизнес, который решает некие проблемы общества, которые не может решить или не хочет государство. Государство, да. И в данной ситуации мы как раз решаем эти проблемы. И для нас на первом месте стоит цель не зарабатывания денег, да, а максимизации прибыли, потому что, в принципе, наверное, мы с Димой могли бы там где-то в другом месте заработать и побольше. Ну, конечно, более маржинальным, да, каким-то бизнесом заняться, это вполне естественно. Да, но при этом для нас этот проект, он является таким очень важным, ну, на уровне даже смысла жизни, да. Вот, вот, мне хотелось бы это услышать, да, от вас. Потому что, ну, вот через год после того, как мы вообще с Димой запустили этот проект, зарегистрировали компанию, один из абонентов кнопки жизни является моя бабушка вторая, которая, слава богу, еще жива, здорова, и дай бог ей еще много лет здоровья. И вот, когда пришел первый вызов тревожный от моей бабушки в ноябре прошлого года, и потом мне позвонила, сказала, Ира, меня твоя кнопка спасла, вот в этот момент я до конца, наверное, четко осознала, вообще, зачем мы всем этим занимаемся. Совершенно верно, совершенно верно. И для нас это, ну, там, реально очень важно, чтобы этот бизнес существовал, чтобы он развивался. И в нашей идеологии, в долгосрочном периоде, мы думаем, что это будет просто платформа для развития других проектов в области мобильной медицины в целом. И в долгосрочном периоде, скорее всего, мы, там, может быть, будем зарабатывать на каких-то других решениях. Мы сейчас развиваем тему дистанционного мониторинга различных показателей тела, давления, вес. У вас образование какое, кстати? Экономическое. Вы школы экономики, да. Ну, просто я подумал, что вы, может быть, закончили медицинский институт, поскольку... Нет. Нет. Но, вы знаете, на самом деле, наверное, лучше быть экономистом и привлекать специалистов, чем быть медиком, пытаться заниматься бизнесом. Да, да, да. И, не дай бог, да, потерпеть крах в этой области. У нас есть звонок, давайте послушаем и ответим на вопрос, если он есть. Наталья, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ваша служба чисто медицинская, или это телефон доверия, или это помогает бабушкам, допустим, окна помыть, она позвонит и придет, окна помоет, или это помогает потеряшкам в лесу. Еще не хотели бы вы сотрудничать с социальной сетью небо.ws, а также с нашей компанией Пересвет Телеком? Спасибо, Наталья. Вопрос понятен. Сейчас мы услышим ответ Ирины на него. Ну, во-первых, опять, да, Наталья перечисляет, собственно, функции, задачи, какие вы ставите, если можно еще раз рассказать. Ну, основная задача, собственно, повторю, это оперативное принятие сигнала СОСа от абонента и дальше экстренное оперативное реагирование, подключение необходимых служб и оповещение доверенных лиц. В наших реалиях очень важно, если с человеком случилась беда, оповестить родственников своевременно о том, что, например, куда-то госпитализировали, чтобы родственники знали, что произошло, что все в порядке, все под контролем. Что касается телефона доверия, здесь отчасти наши психологи, ну, медики могут оказать психологическую помощь. В сложных ситуациях мы перенаправляем вызов службы доверия на телефон доверия. А что касается потерявшихся людей, то, как я сказала, на большинстве наших устройств есть функция геолокации, и мы оперативно можем сообщить, где человек находится, и историю его последних перемещений. Или, например, если человек выключил телефон, откуда последний раз пришел сигнал. Таким образом, и потерявшихся людей тоже можно найти. У нас даже был такой очень нестандартный запрос. Один из домов престарелых попросил сделать трекер для дедушки, который убегал. Он перелезал через забор. Трекер — это специфичное название? Трекер — это небольшой такой приборчик, как спичный коробок, который, ну, там есть GPS-датчик, и он вшивается в одежду, и, соответственно, мы можем задать радиус, при пересечении которого идет сигнал, что человек вышел за периметр. Ну, такая немножко уже... Детективная история, да? Детективная история, но вот в случае с этим дедушкой, который в прошлом спортсмен, она... Ну, он, видимо, да, убегал, мама не горю его, там, да. Через двухметровый забор он перелезал. Во-во-во-во-во-во. И, к сожалению, у человека уже не очень ясное сознание, он терялся, и это, конечно, там огромный стресс для всех был. Ну, вот такое у нас было, например, решение. Результат, тем не менее, был достигнут, да, после того, как этот трекер ему вшили, все нормально уже? Ну, да, то есть, в принципе, там несколько раз была ситуация, когда сигнал отправлялся, смс приходил. И его быстро находили. Да, потому что, когда он только перелез через забор, его легко поймать, если он уже там 2-3 часа... Когда он в чащу уже углубился, да, его уже... Ну, да, там уже целая история там. И, опять же, про сотрудничество, конечно, там какие-то, если сложные ситуации, например, у нас нет своей группы спасателей, которые идут в лес там и ищут человека, но при этом есть масса организаций, которые этим занимаются. И мы просто перенаправляем им вызов, потому что это их профильная деятельность. Конечно, конечно. Мы, так сказать, поможем решать благое дело. Еще один звонок, давайте послушаем его. Татьяна, день добрый, вы на линии говорите. Я хотела бы спросить, добрый день. Не хотели бы вы помогать незрячим в ЖПС-навигации? Я сама председатель первички ТПО ВОЗ, это территориально-первичная организация Всероссийского общества слепых. И хотелось бы узнать, вот, допустим, незрячий звонит вам, я там-то, там-то, мне надо пройти туда-то, туда-то. Вот вы сейчас с таким интересом говорили про эту ЖПС-навигацию. Если у вас получится, зайдите, пожалуйста, на сайт www.elitagroup.ru. В транслитерации елитагroup. Найдем, найдем обязательно, Татьяна. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, в принципе, это возможно, как ты считаешь, с технической точки зрения? Ну, технически, скажем так, человека направлять по GPS-навигатору достаточно сложно. Потому что он слепой, и, ну, я не знаю, насколько это для него было бы комфортно. Найти этого человека мы можем. А вот управлять, поверните направо-налево, наверное, как автомобиль, это уже требует каких-то специальных навыков от незрячего. Я боюсь, что это будет сложно, но мы не пробовали никогда. Ну, в любом случае, да, можно это обсудить, как минимум попробовать. Может, найдется другая идея, ведь в любом случае, да, мы же всегда говорим, только дорогу осилит идущий. Конечно. Надо, естественно, надо двигаться вперед. Значит, Ир, сейчас у нас через некоторое время, собственно, новости на Финам.фм, да, вопрос я никакой сформулировать уже не успею, ну, и, соответственно, вы ответить на него не успеете. Поэтому, уважаемые слушатели, мы сейчас еще раз прервемся на новости, а я тем временем, пока есть еще немного времени, сообщу. Мы сегодня говорим на тему социально ответственного бизнеса. В гостях Ирина Линник, соучредитель и коммерческий директор проекта «Кнопка жизни». Ну, а сейчас новости на Финам.фм. Итак, друзья, мы продолжаем сегодняшний эфир, тема которого под восклицательным знаком, я бы так ее еще раз прочел. Итак, мы говорим на тему социально ответственного бизнеса и, внимание, как зарабатывать на помощи таким людям. В гостях сегодня Ирина Линник, соучредитель и коммерческий директор проекта «Кнопка жизни». Уважаемые слушатели, я еще раз напомню для вас, на всякий случай, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Пожалуйста, звоните, пишите, задавайте свои вопросы Ирине. Ну, вот эти звонки в основном сейчас, да, имеют одну тематику, вот, некое такое сотрудничество, что, наверное, и неплохо. Ну, и неплохо, я так думаю, как минимум потому, что кроме Иры, как человека неравнодушного, есть еще и другие люди неравнодушные. И это здорово. Если можно, Ира, вот, о социальной ответственности бизнеса. То есть мы говорим все-таки о разных немножко, да, ипостасях. Социально ответственный бизнес – это бизнес вот с неким прицелом, да, наверное, вот то, о чем мы говорим сейчас в эфире. А с другой стороны, есть такое понятие, как ответственность бизнеса. Бизнеса, который занимается именно бизнесом, да, он, значит, зарабатывает деньги, еще что-то делает. Но, тем не менее, для него это тоже, наверное, да, в какой-то степени становится не самоцелью, вот. И он, понимая, что он живет все-таки в каком-то пространстве, да, не в вакууме, он живет в государстве. И помимо него, этого самого бизнеса, бизнесмена, есть люди другого уровня, других задач, да, принципиальных. Вот он как-то должен наверняка проявить свое участие, да, и подумать обо всех. Сейчас вот об этом мы поговорим, но есть вопрос у нас. Еще один вопрос, еще один звонок, и давай на него отвечим. Итак, Ольга, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос вот вашему гостю. Скажите, пожалуйста, куда вот, ну, я бы, я не знаю, как сказать, даже обратиться, вот если ребенку в мобильной поставить такую кнопку, на какой сайт надо зайти, вот, я просто слышу, кнопка жизни.ру, или как это вот набрать, чтобы связаться, и вообще возможно ли это. Хорошо, Ольга, сейчас мы ответим, Ира ответит. Возможно ли это, во-первых, да? Ну, вообще у нас сейчас есть очень интересный новый проект. Мы делаем кнопку для детей. Это будет небольшой мобильный телефон, специально для детей разработанный. Там будет точная GPS-геолокация. На сайте сейчас пока этого продукта нет, он новый, но мы сейчас будем вот первых клиентов. Сайт, во-первых, произнеси сайт, там что ли, так я не поняла. Сайт кнопка24.ру, ну, либо в поисковике, если вы наберете кнопку жизни, там сразу выпадет наша компания. На первом месте вы там, да? Ну, практически, да. Так, кнопка24.ру. И можно просто нам позвонить, либо написать на инфо-собак-кнопка24.ру, и мы можем вас включить в число первых клиентов, которые на себе испробуют наш новый продукт. То есть такой тест, тест, да? Кстати, когда он будет запускаться? У вас план это есть уже? Ну, у нас в планах сейчас летом потестировать на людях, которые готовы принять участие в эксперименте. Ну, в первую очередь нам важно посмотреть, как работает само устройство, насколько оно для людей удобно, потому что есть целая линейка этих устройств, которые могут быть использованы. Кстати, извини, пожалуйста, вот про устройство ты говоришь. Это какой-то ноу-хау, или вы просто берете стандартный мобильный телефон какой-то компании, не будем их называть, и туда что-то внедряете? Ну, мы на уровне программного обеспечения настраиваем этот прибор для того, чтобы он максимально удобно и точно передавал информацию о местоположении и сигнал SOS отправлял на наш пульт. А так мы смотрим наиболее удобные, интересные, продвинутые устройства по всему миру. То есть есть аналоги просто, да? Да, и просто ездим на выставки в Гонконге. Вот недавно наши ребята ездили, привезли несколько очень удобных телефончиков, маленьких, легких. То есть здесь мы сами не разрабатываем эти гаджеты. Мы просто берем лучшее, интегрируем в нашу систему, у нас очень удобная платформа, которая позволяет нам подключать любой практический гаджет. И дальше наша задача просто настроить его максимально удобным образом для клиентов. Кстати, я вот хочу еще подчеркнуть то, что ты сейчас говоришь. В Гонконге вы были где-то в другом месте. То есть я правильно понимаю, что мировые производители гаджетов, слово неприятное, но другого нету, к сожалению, в русском языке. Так вот, мировые производители гаджетов, они об этом знают, они об этом помнят, да? Они говорят, что нужно еще специальные устройства создавать, да, вот для подобного типа пользователей. Это так? Конечно, это целая индустрия, и, ну, во-первых, как я уже говорила, это огромный рынок Европы и США, и есть большое направление для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. Это одна история. Вторая история как раз вот... Для детей. Трекинг детей, да. Например, Walmart продает в своих магазинах маленький GPS-трекер, который там прищепкой крепится к рюкзаку, и там 24 часа в сутки можно узнать, где находится ребенок. А там функция какая? Только я слежу, да, ну, куда-то мне на мобилу, наверное, на мою сигнал поступает, да? Ну, да. И я знаю, где он. Или я могу с ним связаться, или послать ему сигнал, или он мне может послать. Ну, вот есть разные решения. Мы как раз остановились на том решении, которое позволяет связаться. То есть там в этом устройстве еще стоит сим-карта, и это получается такой телефон с одной кнопкой. То есть если ребенок нажимает на телефон на этом устройстве кнопку SOS, то он может поговорить, сказать, что с ним не так. И, с другой стороны, всегда можно на это устройство позвонить. То есть может быть входящий вызов. Это также удобно для пожилых людей, которым трудно пользоваться мобильным телефоном. Ну, конечно, 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 набирательные. Вот, и при этом вы всегда можете узнать, да, где находится человек, ну, допустим, ребенок не отвечает на звонок. Наиболее частая история. Да, да. Ну, тем не менее, спасибо, Ира. Значит, Оля, да, вы нас, наверное, слышите, вам и адресую, собственно, эту фразу. Каким образом найти, да, компанию вы знаете, адрес Ира продиктовала, ну, и в конце еще мы закрепим это дело. Вот, ну, и у вас есть возможность протестировать новое устройство, как раз, да, воспользоваться предложением Ирины, который вот сейчас это дело озвучил. Хорошо, давай дальше мы поговорим. И вот хотелось бы мнение ваше услышать, Ира, по поводу именно социальной ответственности бизнеса. Ну, вопрос я, извините, уже задам такой банальный и даже не требующий, наверное, какого-то ответа, осмысленного, осознанного, потому что ответ на него очевиден. Ну, на ваш взгляд, должна быть эта ответственность у бизнеса, социальная ответственность? Ну, конечно, должна у любого, тут просто надо разделять, наверное, вот бизнес социально ответственный, ну, например, возьмем там компанию, не знаю, там ВТБ, допустим, да, у них огромное количество программ по поддержке, ну, наверняка, я так сейчас на вскидку, наверное, не вспомню, но наверняка они инвестируют, да, вкладывают что-то там, поддержку детей. Не будем говорить, да, конкретно о какой-то компании, но если это большой бизнес, зарабатывает огромные деньги, то наверняка. Да, и они, например, направляют какую-то сумму на вот поддержку каких-то социальных инициатив. Для них это, ну, я считаю, отчасти это пиар и продвижение их собственного бренда, а с другой, ну, наверное, какая-то добрая воля руководствует компанию. Но при этом у них нет фокуса на этой деятельности, это не их профильная деятельность. Для нас, как социальный бизнес, кнопка жизни, это, собственно, основная деятельность. То есть то, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы принести пользу людям, обществу, чтобы решить проблему, которая существует в обществе. Я считаю, что две огромные разницы и совершенно разные, ну, парадигмы, да, поэтому здесь я бы не смешивала два понятия, они часто путаются, но вот социально ответственный бизнес, ну, именно с точки зрения деятельности в области СИСАР, да, и социальный бизнес, как кнопка жизни, это немножко разные вещи. Разные вещи, я понял, я понял, хорошо. Тогда мы поговорим все-таки о том, ну, что заявлено в теме, и, ну, учитывая, что это все-таки бизнес-класс, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос, а в чем маржинальность, на чем вы зарабатываете, в конце концов? Ну, мы зарабатываем на реализации самих устройств, мы зарабатываем на абонентской плате, потому что человек подключается к нашему сервису, и, соответственно, он оплачивает ежемесячно какой-то платеж, часть из которого идет в прибыль компании. Понятно, что чем больше абонентская база, тем больше возможности зарабатывать. То есть на сегодняшний день мы сейчас пока что на пути в нашу точку безубыточности. Еще не отбили вложения, да, как говорят? Еще пока нет, ну, получается так, что мы достигли сначала какой-то минимального уровня 2000 абонентов, достигли первой точки безубыточности, но дальше пошли инвестиции в развитие инфраструктуры, в наращивание штата, в усиление колл-центра, и дальше получились достаточно серьезные инвестиции в инфраструктуру, и сейчас вот мы идем к следующей своей точке. Это нормально, это нормальное движение внутри любого бизнеса, да, как бы он ни назывался на данном случае. Кстати, я хотел бы два слова услышать по поводу профессионализма сотрудников. Ты говорила о том, что, в частности, вот ваш колл-центр, он уже отрепетированный, он уже, да, так сказать, создан, и не хотелось бы каким-то образом менять его, и вы предлагаете услуги своим будущим партнерам. Вот что там за люди, да, вы их каким образом отбираете, вы их учите, может быть, специально? Они уже готовые специалисты? Ну, во-первых, люди, у которых есть уже опыт участия сотрудников, есть опыт социальной работы. Ну, где, например? Ну, например, тот же департамент соцзащиты, да, который предоставляет достаточно широкий спектр услуг за счет государства социальных. Там есть огромное количество людей, которые в этой сфере работают. Кто-то работает сиделками, кто-то работает психологами. Соответственно, мы фокусируемся на этот опыт работы, чтобы у людей не было барьеров, страхов общения с пожилыми людьми, чтобы они умели с ними общаться, потому что есть определенная специфика. С одной стороны, с другой, обязательно медицинское образование. Обязательно медицинское образование. Да, конечно. И обязательно, чтобы у человека был какой-то опыт уже работы в этой сфере. В идеале, чтобы человек понимал, ну, на уровне даже какого-то здравого смысла, почему человек звонит, да, какая у него проблема. Ну, приведу пример, да, чтобы не было просто общими словами. Например, звонит бабушка. Я просто периодически прослушиваю звонки, чтобы понять, кто звонит, с какими проблемами. Звонит бабушка и говорит, вот у меня там очень болит голова, и вроде как она звонит просто посоветоваться. Дальше оператор начинает задавать ей наводящие вопросы, и приходит к тому, что у нее там давление под 200, и на самом деле ей срочно нужна скорая. А вообще бабушка-то звонила не скорую вызвать, а просто пожаловаться. И в итоге мы вызываем ей скорую, ее госпитализируют, и оказывается, что на самом деле, может быть, даже ей жизнь спасли. А если бы она просто отсиделась бы дома, отмолчалась, может быть, у нее там могли быть какие-то там инсульты, еще какие-то проблемы. Да, 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 не дай бог. Не дай бог, да. То есть на самом деле еще какая большая проблема с пожилыми людьми? Они являются представителями такого поколения, так называемых молчунов, да. Вот есть теория поколений, которая описывает поведение и привычки, основные какие-то ключевые мысли разных поколений. Поколение молчунов, люди возраст 75 и старше, которые привыкли терпеть по жизни, привыкли себе отказывать во всем, и они совершенно не думают о себе, о своем здоровье. Извини, пожалуйста, это очень интересная теория, и тем не менее, я хотел бы уточнить, вот это поколение молчунов, оно конкретно в наше время поколение молчунов, или это в принципе людям, тем людям, которые за семьи, условно говоря, они автоматически туда переходят? Нет, нет, имеется в виду в наше время. То есть это плоды того, что эти люди жили активно в Советском Союзе, привыкли к лишениям, привыкли на всем экономить, ради большого дела, о себе забыть. В дальнейшем, я просто своих родителей вспоминаю, для детей, для какой-то высокой цели, а не для себя. И вот они сейчас именно поэтому и молчуны. Да, и, собственно, основная проблема бывает в том, что они не договаривают о своих каких-то симптомах, проблемах, и часто бывают такие ситуации, когда оператор просто вытягивает проблему и ее старается решить. И здесь вот хвала оператору, он действительно профессионал. Да. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира. Эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Мы говорим сегодня на тему социально ответственного бизнеса. И в гостях Ирина Леникс, учредитель и коммерческий директор проекта «Кнопка жизни». Ну, давайте еще раз я напомню. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Собственно, время еще есть для того, чтобы позвонить, написать, задать вопрос Ире. И выслушать ее ответ. И в продолжении нашей прерванной беседы профессионализм сотрудников. Ну, вот пример очень яркий, безусловно, да, и во многом действительно результат зависит от этого профессионализма. Значит, медики, да, прежде всего медики. Ну, да. И, конечно, очень важна тренировка персонала. И мы регулярно проводим, проигрываем ситуации, на самом деле, которых никогда еще не было. Но максимально сложные для того, чтобы люди могли их пережить, проиграть. И если такая ситуация реально произойдет, не теряться, а знать... Максимально сложные ситуации, которых еще не было. А как вы их моделируете? Вы думаете их из головы, вы читаете книжки? Ну, в общем, да. С одной стороны, мы просто стараемся предусмотреть все ситуации. С другой, есть большой опыт зарубежных стран. Соответственно, мы просто стараемся максимально полную информацию собрать. И один из наших сотрудников, он, например, проходил обучение в компании Bosch, который производит оборудование как раз для пожилых людей, для дома. И тоже он там достаточно много кейсов принес, которые стали частью обучения персонала. Таким образом, мы регулярно их тренируем, мы стараемся, чтобы люди всегда были готовы. То есть основная цель вообще нашего сервиса, чтобы не случилось, мы должны помочь человеку, довести ситуацию до решения. То есть у нас невозможная ситуация, когда мы говорим, мы не можем вам помочь. Мы ничего не можем. То есть мы стараемся всегда предусмотреть какие-то нюансы, чтобы таких ответов теоретически даже не могло возникнуть. Ну, кстати, мы все время говорим сегодня о зарубежном опыте. Да. Наверняка это здорово. И действительно, там же все это годами, десятилетиями уже есть история. А как этот зарубежный опыт перенимать? Ну, можно, да, вот пришел человек, принес там какую-то информацию. Или там приехали на выставку, посмотрели, пообщались. А может быть, обращаться непосредственно к вашим коллегам за рубежом, если такая возможность есть, конечно. Да, мы, собственно, так и делаем. Мы с производителями общаемся, списываемся и участвуем в различных конференциях. Вот партнер Дима Юрченко вот только вернулся из Штатов с конференцией по мобильной медицине. На самом деле, огромное сообщество, очень много материала в открытом доступе. В том числе, да. Ну и плюс мы же с Димой выпускниками Московской школы управления Сколково. А там есть огромная база, ну, доступ к огромной базе различных статей, публикаций в библиотеке. И мы, как выпускники, имеем к ней доступ. Я регулярно оттуда дергаю какие-то полезные материалы. То есть, ну, мы постоянно вот этот процесс... То есть, процесс очевиден, да, и это хвала вам прежде всего. Но главное есть, да, откуда это пополнять, базу это откуда пополнять. Ну, конечно. 30 лет уже эта индустрия существует. И там уже, я думаю, сотни тысяч, а то и, может быть, больше. Жизнь не спасены. Здорово. Велосипед, главное, не надо изобретать каждый раз. Конечно, конечно. Еще один звонок, давай послушаем его. Татьяна, день добрый, вы на линии, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос, вот, как бы, вашей гости. Я вот сама соцработник, работаю уже 4 года. Вот, ну, у меня, к сожалению, есть высшее образование, а медицинского, даже начального, нет. Вот, смогла бы я пригодиться, допустим, вот, в вашей компании? Таня, ну, во-первых, я, извините, вопрос Ирине, конечно, но я хотел бы ремарку сразу. У меня, говорит, Таня, к сожалению, есть высшее образование, к сожалению. Не надо сожалеть по этому поводу, тем более я предположу, что у вас хорошее высшее образование. Ну, специфика несколько иная, я думаю, это решается. Ир, ответь, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день у нас у всех операторов высшее медицинское образование, поэтому, конечно, просто социального недостаточно. Недостаточно, да? Ну, то есть, рекомендация какая могла бы быть для нашей слушательницы, да, чтобы она, что, получила бы высшее медицинское образование? Ну, как варианты. Быстренько, быстренько, наверное, сложно. Понятно. Хорошо, хорошо, значит, тогда вот о чем мы поговорим. Кстати, тему тоже мы начали обсуждать, ну, это нормально, процесс продвижения в бизнесе, да, это какое-то время, естественно, сначала встаешь на ноги, потом начинаешь, так сказать, уже более-менее, да, закрепляться, потом начинаешь смотреть по сторонам. Вот с точки зрения смотреть по сторонам, диверсификация или расширение бизнеса, она как-то подразумевается вами? И в какую сторону вы будете, если будете это делать? Ну, у нас несколько направлений диверсификации. Как раз мы, во-первых, смотрим на новый сегмент, такие как дети, да, потому что постоянно клиенты спрашивают, а вот для детей есть ли у вас что-то. То есть это актуально, актуально. Это очень актуально, и у нас есть несколько клиентов детей, несмотря на то, что мы позиционируем услуги для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы сейчас развиваем детский продукт, будем его тестировать и запускать, я надеюсь, там, к осени. Другое направление, как раз вот то, что я вскользь упомянула, это дистанционный мониторинг. У нас есть сейчас целая лаборатория в компании, в которой мы тестируем, ну, действительно, там, со всего мира приборы по мониторингу давления, сердечного ритма. В общем, дистанционно надо подчеркнуть, дистанционно. Дистанционно. То есть основной принцип, что прибор снимает измерения и дальше по беспроводной связи отправляет информацию на наш сервер, где она обрабатывается, и дальше выдается некий результат для врача. А прибор, я так понимаю, он с какой-то периодичностью снимает эти измерения, да? В том числе, да. Ну, чтобы более конкретно, например, мы сейчас прорабатываем мониторинг веса, когда у вас дома стоят Wi-Fi весы или весы из Bluetooth, вы встаете на весы, и как только вы с них сошли, данные моментально пошли к нам на сервер, и дальше вы видите в личном кабинете, например, динамику своего веса и получать некие рекомендации. Рекомендации. Здорово. Да, и в том числе, там, возможности консультирования онлайн с диетологом. То есть это вот одна из таких интересных тем, которые достаточно активно сейчас развиваются во всем мире. Или мониторинг давления, что похожим образом работает. У вас есть тонометр, который подсоединяется к iPhone, либо к какому-то Android-устройству, и через интернет отправляет также информацию на некий портал, где вы можете смотреть эту информацию, и самое главное, ваш лечащий врач имеет регулярный доступ. Таким образом, вы не ведете вручную вот эти дневники давления. А все в электронном виде сохраняется. То есть, по сути, никаких усилий-то и не применяют. Да. Единственное, что надо заморочиться, что... Одеть. Нужно одеть тоном. Одеть эту штучку. Да, но мы даже думали пойти дальше и добавить тут уже такой дополненный сервис, когда мы человеку напоминаем о том, что ему нужно в определенные часы измерять давление. И если, например, показатели выходят за нормальный каким-то экстремальным образом, в разы выше норм, то мы оповещаем его и, например, лечащего врача о том, что что-то здесь не так. Но это пока вот на уровне идеи, которые сейчас прорабатываются. Я бы, извини, опять, да, сказал известную планов громадьёв у вас. Дай бог, чтобы они реализовались. Для этого нужно что? Только энтузиазм ваш, да? Только ваше желание, вашу энергию. Что для этого нужно-то ещё? Ну, команда, которая, в принципе, у нас есть. У нас основной ресурс — это профессионализм команды. Очень много IT-специалистов, талантливейших, которых мы замотивировали наши идеи, а не из всего рынка, ну, лучшие из лучших, работ в нашей компании. Ну, смотри, замотивировали идеи, да? Ты не сказал, что замотивировали огромной зарплатой, тем более, что представители IT-бизнеса, как правило, самые, в этом смысле, впереди планеты всей, да, самые высокооплачиваемые. Всё-таки идея. Ну, вы знаете, да, вот, что, мне кажется, очень важно, в нашем, ну, в моей компании «Кнопка жизни» у нас все сотрудники работают ради идеи, в первую очередь. И мы... Извини, пожалуйста, я позволю, конечно, так сказать, вмешаться. Мне кажется, что в любом бизнесе важная идея. Так должно быть, да. Но, к сожалению, не всегда так происходит. К сожалению, к сожалению. Ну, а что касается бизнеса социального, естественно, вы должны прекрасно... Люди, которые там работают, должны прекрасно понимать, что они делают. Они делают благое дело. Ну, я хочу просто привести пример. У нас сейчас новый специалист выходит на работу. Он ушёл из очень крупной IT-компании, очень престижной, не буду их рекламировать. Не надо рекламировать. Я добавлю с хорошей зарплатой наверняка. С хорошей зарплатой. Ушёл, да. И он ушёл к нам, сказал, ребят, мне суперинтересно работать с вами, вы работаете на будущее, я хочу вот работать в вашей команде. Это здорово. Это было дико приятно. Прямо мы гордимся нашим... Это здорово. Кстати, смотрите, идею надо донести всё же, да. Вот мы рассказываем сегодня целый час. Я надеюсь, конечно, что наши служители прониклись этой идеей. А вот для специалистов, для своих сотрудников, ты как эту идею доносишь? Ты что-то им рассказываешь? Ты показываешь примеры? Смотрите, ребята, вот это мы сделали, вот это мы сделали. Или они всё-таки каким-то ментальным образом проникаются? Ну, вы знаете, у нас вообще вся команда участвует, например, в стратегическом планировании. И мы вот буквально на прошлой неделе всей команде установили цели на 15 лет. Вау. Куда мы хотим прийти, чем мы хотим заниматься. И у нас такой очень сплочённый коллектив, у нас нет различий, там, мырли некоммерческий директор, а Катя Зазулин, там, менеджер по работе с клиентами. Мы все на одном уровне, и просто у каждого свой функционал. И, может быть, ещё это очень зажигает и вовлекает людей, потому что мы реально вот работаем как спецназ такой, да? Один пошёл вперёд, там, прикрыл окно, другой прикрыл со спины. Каждый свою задачу выполняет, правильно? Потому что если со спины никого нет, да, менеджер по персоналу, никого нет со спины, и всё, спина открыта. Конечно, вот. И поэтому все в курсе, да, что происходит. Мы там каждый день в 12 часов у нас летучка, где участвуют все, начиная от, там, курьеры, грубо говоря, да, до генерального директора. И мы обсуждаем все проблемы всей командой. Поэтому любой член команды может рассказать вам про бизнес и про его стратегические какие-то цели, в том числе на 15 лет. Здорово. Спасибо, что нашла время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Социально ответственный бизнес – это реальность. Слава Богу. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.